Новости нашего города на телеканале Котлас 24. Здравствуйте! В студии Елена Нилаева. Смотрите выпуски. В рамках частичной мобилизации продолжаются отправки граждан вооруженные силы Российской Федерации. Побег не удался. В отношении экс-мара Котласа Андрея Барлина заведено еще одно уголовное дело. В этот раз за нападение на полицейского. Бьет, не значит любит. История жертвы домашнего насилия в нашем специальном репортаже. Мы смотрим на вас с гордостью. Из Котласа в пятницу вечером отправился очередной автобус, который доставил мобилизированных мужчин нашего города, а также Коряжма и Котласского района в Архангельск. Пункт отправки культурно-досуговый комплекс на улице Мелентьева. В течение часа работники военкомата сделали записи в военных билетах. В это время для ребят были бесплатные чай, кофе, пироги. Волонтеры из команды Светланы Вишняковой подготовили для каждого бойца пакет с теплыми вещами, балаклавой, лекарствами. Все это было приобретено на пожертвования Котлашан. А мы здесь будем вас ждать. Ждать от души. Вашего возвращения. Живыми и здоровыми. Мы смотрим на вас с гордостью и уважением. Берегите себя. И удачи. Следующая отправка мобилизированных состоится сегодня вечером. Все нормально будет. Жди, я вернусь. Все будет хорошо. Экс-мэр Котлас Андрей Бральнин был задержан в Сочинском международном аэропорту при попытке бега за пределы Российской Федерации. Об этом стало известно в пятницу вечером. Сегодня появилась официальная информация от представителей силовых ведомств, а также кадры задержания билет сам. Бывшего градоначальника Котлашани не раз видели на беговых тренировках. Андрей Бральнин в ожидании приговора суда находился под подпиской о невыезде. Это самое мягкое мера пресечения, и подобные пробежки ему были не запрещены. А спорт он любил. Вот только кто бы мог подумать, что это была не просто утренняя разминка, а подготовка к супермарафону. 2600 километров по прямой из Котласа в Сочи, через Сыктывкар и Москву. Предполагалось, что забег будет международным, но при прохождении контроля в сочинском аэропорту Андрея Бральнина сняли с дистанции. Маме, у тебя есть самый дорогой, для дальнейших. Возьмите рекомендуем его и... Информация о том, что Андрей Бральнин объявлен в розыск, появилась 7 октября на сайте Котласского суда. В тот же день должно было состояться очередное заседание по делу экс-мэра. Напомним, его обвиняют в 17 фактах коррупции. Однако на процесс он не явился. На основании поступившей от правоохранительных органов информации о нарушении подсудимым Бральниным, избранной 6 октября 2022 года в отношении его судом меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также о намерении скрыться его за пределы Российской Федерации, подтвержденной соответствующими документами, государственным обвинителям заявлено ходатайство об изменении меры пресечения на заключение по стражу, которое 7 октября 2022 года Котласским городским судом удовлетворено. К своим коррупционным статьям Андрей Бральнин добавил еще одну. Применение насилия в отношении представителя власти. В Сочи наш бегун оказал сопротивление сотрудникам правопорядка. При задержании Бральнин применил насилие в отношении сотрудников полиции, в связи с чем в отношении Бральнина следователем следственного дела по Адлеровскому району города Сочи, следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. И в отношении него по этому делу Адлеровским районным судом также избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Дисквалифицированного марафонца теперь ждет период отдыха и восстановления. Вот только в каком СИЗО? Бральнина, конечно же, ждут у нас. Но по новому уголовному делу он может задержаться и в Краснодарском крае. В любом случае, под стражей и спортивных дисциплин ему будет доступна только ходьба. Все равно бежать хочется. Напомним, Андрей Бральнин не единственный из бывших градоначальников Юго-Архангельской области, поддавшийся в бега. К 22 сентября был объявлен в розыск экс-мэр Сальвычегодска Андрей Сергеев. О его местонахождении пока нет официальных данных. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь. Цирк Виват в Котласе. Грандиозное шоу. С 15 по 23 октября. Купол цирка расположен у ТЦ «Столица». Успейте приобрести билеты. 0+. Горячее начало осени в магазинах «Зимний стиль» со скидкой 30%. И большой выбор верхней одежды, обуви и аксессуаров в вашем городе. Вы останетесь довольны или мы вернем вам деньги. Котлас, торговый центр «Адмирал», «Коряжма», торговый центр «Викунда». Продолжаем программу. Сегодня в Котласе с рабочим визитом находится депутат Государственной Думы от Архангельской области Елена Тарыгина. Она провела ряд личных встреч, а также пообщалась с ветеранами Котласа и поселка Вычегодский. Посетила новую 105-ю школу. Объект, который депутат Госдумы от Архангельской области непременно захотела посетить – новая 105-я школа в Котласе. Мы уже дизайн-проект делали отдельно. Сами отдельно делали. В школу уже набрали 640 учащихся. Для них классы, мастерские, спортивные залы, столовая на 282 посадочных места. Распотребнадзор никаких претензий не имеет? Нет, все у нас получено. Мы ждем заключения сегодня. Актовый зал на 350 мест. Читальный зал. Здесь будет набор планшетов для работы учеников. А вот книг маловато. Депутат пообещала. Художественная литература в подарок будет. Особое внимание здравпункту. Здесь несколько кабинетов, включая стоматологический и кабинет логопеда. Медицинский блок еще будет лизензироваться. Планируем здесь оказание помощи именно фельдшерам, чтобы могли оказывать неотложную медицинскую помощь. Также Елена Вторыгина встретилась сегодня с ветеранами Котласа и поселка Вочегодский. И так как здесь в основном женщины, то и разговоры с ними об особой спасительной женской роли в неспокойные времена. А кто опять, как не мы, должны сохранять спокойствие, успокоить людей? Значит, что ничего такого. Вот сегодня мне в Ичигодском как раз опрос задали. Леонид, Леонид, все скупают. Песок, сахар, соль там и так далее. Слушайте, кому война, а кому мать родная. Провела Елена Вторыгина и ряд личных встреч с котлашанами. Завтра депутат Госдумы будет работать в Коряжме. К происшествиям. Несколько автомобилей получили повреждения. Один человек погиб. На дорогах Котласа и Котласского района за минувшие выходные произошли две крупные аварии. В воскресенье 9 октября около 14 часов на автодороге Усть-Вага-Ядриха на подъезде к деревне Молодиловское Котласского района водитель автомобиля «Шевролей-Нива» не справился с управлением и съехал в Кювет, где машина перевернулась. Водитель погиб на месте. Водитель 63-го года рождения ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за превышением установленной скорости движения. Еще одна авария с участием сразу трех автомобилей произошла вчера в районе 7 вечера на пересечении улиц Володарского и Ломоносова в Котласе. Водитель 1972 года рождения на автомобиле «Фольксваген» столкнулся со стоящей впереди «Тойотой». Ту в свою очередь отбросила дальше на «Ладу Гранту» и «Рено Логан». В результате происшествия два человека получили телесное повреждение. Водитель автомобиля «Фольксваген» управлял транспортом с признаками алкогольного опьянения. Законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского свидетельствования он не выполнил. И такие случаи далеко не редкость. На дорогах, как сообщают в госавтоинспекции, автопьяниц в Архангельской области меньше не становится. За 9 месяцев текущего года в Котласе и Коряжме задержано порядка 400 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Из них 69 человек сделали это повторно. В Котласе только за минувшие выходные задержано 6 нетрезвых водителей. Не торопитесь, не торопитесь. Еще, еще, еще. Ага, все. Идет анализ. 350 миллиграмм на литр. Дыхание газа. Установлен состояние алкогольного пьяни. Сколько результат? 1,037. Установлен состояние пьяни. С результатом согласны? Не спалю. Нет. Вы скажите, согласны или не согласны? Я вижу его. Я говорю, вы скажите, согласен или не согласен? Не согласен. А? Я столько не высказал. С результатом вы не согласны? Нет. Поедете к ручу к наркологу? Нет. Не поедете? Кстати, за отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мужчина постоянно просил у Оксаны деньги в долг. С каждым днем его запросы росли. В результате девушка погрязла в кредитах, пришлось даже продать личный автомобиль. Неоднократно Оксана пыталась поставить точку в нездоровых отношениях, собирала вещи и пыталась уйти. Однако домашний тиран не отпускал от себя жертву, угрожал, нередко применял силу. И когда вот в декабре того года я уже окончательно решила уйти от этого человека, он мне не давал собирать вещи. В итоге он мне сломал нос. Тоже у нас был суд. Ему моральную компенсацию. Выплатить 40 тысяч, ему штраф. После этого он подугомонился где-то какое-то время. А сейчас вот снова у него начались преследования. Спустя 9 месяцев после расставания с 30 сентября на 1 октября Оксана поздно вернулась домой. У подъезда ее ждал бывший молодой человек. После расспросов, с кем приехала, у тебя кто-то появился, напал и начал избивать. Ударил. Я начала звать на помощь. Он мне, чтобы как-то, наверное, я замолчала, запихал два пальца в рот и мне там гематома на горле. Он меня тут же бросил. Я вызвала полицию, съездила в приемную. И вот сейчас он после этого также приходил на работу, угрожал. И позавчера пришел на работу, сказал, мне осталось жить три часа. И я позвонила в полицию, чтобы они меня довезли до дома. И где-то в 11 часов уже вечера мне звонят, говорят, что у меня горит баня. Последнее событие вывели Оксану из равновесия. Девушка начала реально опасаться за свою жизнь. Полиция дежурить сутками у двери квартиры не будет. Родные на время покинули город. Помощи просить не у кого. Придать дело огласке – единственная надежда на спасение. Как же долго я молчала. Но сейчас прошу помощи у людей, которые меня знают. Мне поступает прямая угроза моей жизни. Я опасаюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких. Прошу помощи у тех людей, которые могут на него повлиять. Опубликованный в соцсетях от 6 октября пост стал быстро разлетаться во все концы. В нем девушка попыталась подробно описать суть личной проблемы. Свои слова подкрепляла скринами сообщений от бывшего, фотографиями из уродованного лица. Такого поворота событий смельчак явно не ожидал. Поджал хвост и пропал. Однако с разных номеров он не перестает докучать и угрожать несчастной. А пока грубый тиран презирает правосудие, по фактам избиения, угроз и сгоревшей бани ведутся проверки. 5 октября этого года в 22.08 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре частной бани по адресу деревни Забелинская, дом 38. В результате пожаростроение значительно повреждено огнем. Причина пожара на сегодняшний день устанавливается, в том числе рассматривается версия поджога. Статья 167 Уголовного кодекса это уничтожение и повреждение имущества. Часть 2 предусматривает принудительные работы сроком на 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Действия гражданина предварительно мы усматриваем составы преступлений, предусмотренные частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса, это угроза убийством. И усматриваем статью 116.1, часть 2, это нанесение побоев лицом привлеченным уже по уголовной ответственности за причинение телесных повреждений и физической убори. Так как данный гражданин уже привлечен по уголовной ответственности за причинение телесных повреждений этой же гражданки. Согласно статистике, таких женщин, как Оксана, в нашей стране миллионы. Однако не у всех жертв хватает смелости заявить о насилии в полицию и просить помощи. Нередки случаи, когда все заходит настолько далеко, что спасать в конечном итоге просто становится некого. Он вытащил меня в подъезд, лицом по ступенькам возил, по бетонным ступенькам, душил, заставлял прикусывать щеки изнутри, ну, бил, понятное дело. Потом еще пытался глаза выдавить большими пальцами. Он начинается как бы с какого-то небольшого щелчка. Может, ты что-то не так сделаешь, может, какое-то слово ему так скажешь. Оно копится-копится на него где-то, потом вот это прорывается, ну, и вот во что-то вот такое вырастает. Да, надо бояться. Но надо, чтобы тебе помогали. Одна женщина, она никогда из этого не выйдет. По сути, абьюзер, как говорят психологи, ради желаемого готов на что угодно. В начале отношений это может выглядеть очень даже романтично, ведь именно будущие тираны любят завоевывать сердца самыми отчаянными способами. Добившись своего, парень воспринимает женщину как выигранный трофей и считает, что может обращаться с ним как угодно. В дальнейшем что происходит? Человек контролирует, какие смс-ки, кто пишет, например, да, куда пошла, с кем встретилась. Теряет женщина бдительность и уже приходит к, например, психологическому насилию, а дальше уже начинается и рукоприквация. Мы сразу обозначаем проблему, что вот мне так не подходит такой вариант общения. И, ну, поговорим человеку, мы либо работаем над этим, идем в терапию, либо отношения здесь все-таки они заканчиваются. При подготовке этого сюжета мы связались и с Андреем. Диалог по телефону полностью поставить в эфир не представляется возможным. Мужчина был на эмоциях. Однако на один из наших вопросов все-таки дал четкий и понятный ответ. Все, что было вот сейчас выставлено, это все было выставлено еще с декабря того года, за которое я уже понес наказание. Что еще нужно от меня сейчас? Кроме этого, Андрей отрицал и слова о том, что Оксана давала ему деньги. Напротив, мужчина уверял, что тратил на любимую сотни тысяч рублей и исполнял любой ее каприз. При этом добавил, что к сгоревшей бане никакого отношения не имеет. Однако угрозы от своего бывшего Оксана продолжает принимать. Ищите мебель? Боитесь переплатить? Диван диванов в Котласе в торговом центре Багратион. В Коряжме в торговом центре Фаворит. Десятки фабрик, сотни моделей, скидки. Диван диванов. Просто здесь дешевле. Магазин «Рыба Кура Мяса» всегда рад предложить своим покупателям свежую, качественную мясную и куриную продукцию, а также большой ассортимент рыбы. Соленой, копченой, свежемороженой – все по доступным ценам. Еженедельное поступление. Магазин «Рыба Кура Мяса» в Котласе на Кузнецово-9, Первый рыбный Невского-14, также на Котласском рынке. Каждую среду фабрика ремонта обуви принимает обувь в ремонт. Профессиональный ремонт любой сложности. 5 октября Котлас – Дворец культуры. Автомобилю нужны запчасти? Сеть магазинов «Авторитет» – это более 20 тысяч наименований для иномарок и отечественных авто по выгодным ценам. В наличии и под заказ, и на все виды автомобилей. Автозапчасти «Авторитет». Детальный подход. Котлас Майковского 47 и Володарского 23. Во вторник, 11 октября, в Котласе будет пасмурно, предположительно без осадков. Температура воздуха днем плюс 8 градусов, ночью до плюс 6. Ветер юго-западный, южный – 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы. 15 октября в 15 часов Котласский Дворец культуры приглашает на семейную театрализованную шоу-программу «Праздник приятных неожиданностей». Вы попадете на шоколадную фабрику, в космос, на машине времени перенесетесь в страну каникул. Раскройте множество секретов и сюрпризов. А еще при входе вас будут ждать приятные неожиданности. Справки по телефону 525 15 или 254 46.